Кто сказал, что мужчины действительно это сильные люди? Почему они сильные? Может быть, общество их заставляет? В природе женщины сильнее, чем мужчины. Выносливее, чем мужчины. Прилежнее, чем мужчины. Способны на большее, чем мужчины. Может быть, наоборот, эгоистические женщины подталкивают мужчин, чтобы мужчины выполняли все обязанности. В том числе, может быть, и женские. Я думаю, что настоящий мужчина – это человек, который ищет смысл жизни. Который превозмогает свое вот это вот житейское, обиходное, обивательское стремление к покою и пытается найти смысл в своем существовании. Это называется мужчина. Говорим, мужчина, то есть как-то что-то в нем есть такое, что он борется с чем-то, преодолевает что-то. Вот это он и преодолевает. Первое. Второе – настоящий мужчина, который понимает, что он только в союзе со своей парой может создать правильную семью и помочь жене воспитать детей, помочь. Сам он не в состоянии, так уж от природы. Мы такие слабые. Он понимает, что он должен заниматься добычей, приносить домой в пещеру тушу мамонта или доллары в банковском счету и так далее. Он должен пытаться найти подходящую для себя хранительницу домашнего очага. Женщине надо предоставить свободу, выражать себя в первую очередь как женщина, мать, жена и так далее. Надо ей сделать, создать для нее уют, создать для нее место, дом, чтобы она себя чувствовала. Это чувство естественное для женщин, не для мужчин в основном. Поэтому мужчина – это тот, который может этим обеспечить женщина или хотя бы понимает ее запросы и идет навстречу ей в этом. От природы женщина не должна компенсировать себя во многом. Ее организм создан так, что она близка к природе. Женщина – это более устойчивый психологический, природный элемент. В то время как мужчина – нет. Он подвержен очень большим стрессам, увлечениям, всевозможным воздействием сил на него. Он бежит за каждым каким-то призывом общества или природы. Все прочее его толкают, его раздирают. Внутри всевозможные противоречия, всевозможные сомнения. У женщины это не настолько. У нее, если и есть это все, то это связано только лишь с тем, чтобы еще больше восстановиться, еще больше уравновеситься. А у мужчины наоборот. Мужчина подвержен выходу из равновесия, а женщина все время стремится к внутреннему равновесию. Вот так вот они существуют рядом. Один, который рвется во все стороны, и вторая, которая рядом с ним, все время стремится к балансу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова